Когда-то он был сказочно богат. В 80-е, заходя в сберкассу, маэстро обычно узнавал, что на его счёт за месяц опять набежало несколько тысяч рублей. По закону об авторских правах, каждый ресторан, который включал в свой репертуар песни Раймонда Паулса, перечислял ему внушительную сумму. Хотя не принято считать чужие деньги, а вы меня толкаете на этот скользкий путь, это был период, когда при средней зарплате в 120 рублей, там, например, у людей, у небольшого количества композиторов гонорары доходили до 12-15 тысяч рублей в месяц. В те годы по прибыльности Раймонд Паулс обогнал даже самого богатого композитора, Давида Тухманова. У Раймонда были слава, поклонницы и любовь публики. Вообще, вот когда приходил он в театр, все наши дамы, неважно какого поколения, они все как-то так нарядились, там, педикюр, маникюр, макияж, этого всего было больше. И маэстро всегда приходило с папкой нот. Его всегда ждали, очень ждали, и поэтому был вот такой некий трепет, когда он приходил. Но у медали под названием «Популярность» была обратная сторона. Предательство, сплетни, тяжелые запои. Страна полюбила пианиста с первой ноты. Стоило маэстро сесть за рояль, как рождался очередной шлякер. Еще не вечер, еще не вечер, ошибок прошлых мы их уже не повторим. Это далеко от так называемой серьезной музыки. Я никогда не писал симфонии, я не писал оперы и так далее, и так далее. Я работаю, ну, именно в легком, легком жанре. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой, остались ты, да я. Я люблю вот именно вот эту мелодичную музыку, да. И зато мне часто сейчас, конечно, и бьют по голове. Когда-то его песни напевал весь Советский Союз. И не только. Хит «Миллион алых роз» до сих пор включен в репертуар всех караоке Японии. Группа особенно преданных поклонников из страны восходящего солнца даже не поленилась приехать в Ригу посмотреть на живого маэстро. Раймонда было три года, когда отец привел его за руку в музыкальную школу. Педагог, оценивающий, посмотрел на мальца и вынес свой суровый вердикт. Из вашего сына никогда не получится музыканта. Слишком короткие пальцы. Но Вальдемар Паулс профессионала не послушался. Отец мне купил рояль. Какой-то старенький. И хотел, чтобы я играл. Ну, вот так. Даже можешь удивляться, как вот так среди простых людей. И у него была мечта, чтобы я стал. Безупречный смокинг, одухотворенный взгляд. Для меня сцена – это святое место. Я не люблю, когда на сцене грязь. Я не люблю, когда на сцене пошлость. Я не люблю, когда люди, ну, как-то популярность делают. Не на музыке, а вернее, на слова какие-то, ну, подворотня. И все это выходит на передний план. Этого я не могу. Рафинированный интеллигент. Каким его вот уже полвека видят поклонники, на самом деле происходит из простой крестьянской семьи. Мать будущего маэстро была вышивальщицей жемчугом. Отец работал на заводе. Потом до темна вкалывал в огороде, а утром торговал на базаре. Когда родился Ойер Раймонд Паулс, Вальдемар рассудил так. Хлеб музыканта более легкий и приятный, нежели труд слесаря-ремонтника. Так в жизни Паулса появилась музыка. Уже в 15 лет он начал бурную концертную деятельность. Талантливого подростка пригласили во взрослый джаз-бэнд. Когда музыкантам нужно было сыграть в ресторане, они оставляли отцу Паулса такую расписку. Взяли Ойера. Вернем утром. Так у Йонова Раймонда появились карманные деньги и первый опыт хмельных пирушек. Позже именно этой слабостью маэстро воспользуются заказчики, чтобы получить нужную им композицию в срок. Это было как раз в то время, когда был фильм «Три плюс два». Как он говорит, меня закрыли в гостиничном номере, поставили мне ящик водки и сказали, вот работай. И он там работал. Стоит отметить, что Паулс был любимцем кинематографистов. Во многих популярных советских фильмах звучит именно его музыка. Среди них – стрелы Робин Гуда с блистательным Борисом Хмельницким в главной роли. Моё имя Робин. Столько времени прошло. Популярный телефильм «Долгая дорога в дюнах» и, конечно же, в картине «Театр». В этом фильме по роману Сомерсета Майема он даже сыграл эпизодическую роль. 1963 год. Центральное телевидение. Программа «Голубой огонёк». За роялем – Раймонд Паулс. Здесь ему 27 лет. Паулс уже окончил консерваторию, объездил с Рижским эстрадным оркестром весь Советский Союз и, казалось, окончательно спился. Однажды поздно вечером маэстро вместе с известным эстонским дирижёром Эрик Лассом отправились из номера гостиницы в пижамах в ресторан. Их приняли за иностранцев и продали вожделенную бутылку водки на вынос. Хотя в те времена делать это категорически запрещалось. И неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба композитора, если бы в его жизни не появилась Светлана. «Раймонду очень повезло, что рядом с ним Лана. Она, кроме того, что она красавица, она настоящий друг. Это то, что вижу я. Я не могу говорить о том, что... Ну, о каких-то таких персональных вещах. Но что я вижу – это действительно поддержка, это дружба настоящая. Ну, я думаю, что это такая настоящая любовь. Ну, мне очень завидно и приятно видеть эту пару. Они познакомились в Одессе. Раймонд приехал на гастроли, а Светлана пришла на концерт. В «Маэстро» она влюбилась с первого аккорда. Знаете, когда... По-моему, это было с Дмитрием Покрасом. Когда ему говорили... Ну, как вы такой там сутулый, там, невысокий, лысый, толстый. И у вас всегда такие девушки, стройные, модели такие, красивые. И он говорил, мне главное ее до рояля довести. Если смотреть на Раймонда через призму его игры на рояле, и музыки написанные, кроме всего, просто, что он интересный мужчина для своего возраста, он вызывает до сих пор восхищение. Было понятно, что Паулс не сможет жить нигде, кроме Риги. Переезжать пришлось Светлане. Она оставила профессию переводчика и занялась домом. На этом настоял сам «Маэстро». Она не просто сыграла какую-то роль, она сыграла целиком. Я боюсь его обидеть. Боюсь его обидеть, когда он будет смотреть эту передачу. Но я думаю, что все, чего достиг Раймонд Вальдемарыч Паулс, я думаю, что это все благодаря Лане. При всем том, что они его называют в семье шеф, босс. Ну, главное, там, Лана. Вот уже полвека они неразлучны. А это большая редкость для творческой среды. Коллеги шутят, что в шоу-бизнесе он такой однолюб один. Вместе на репетициях, вместе на гастролях. Супруга – главный советчик и критик Раймонда. Я просто была влюблена в Лану, потому что она красивая, ухоженная, заботливая, внимательная женщина. Женщина, ну, собственно, эталон женщины, которая должна быть рядом с таким сложным, красивым, талантливым мужчиной. Первые годы жизни с Раймондом для Светланы стали испытанием. Усталость и стрессы маэстро лечил алкоголем. И однажды супруга не выдержала. Чтобы спасти семью, она вынудила мужа лечь в клинику. Она молодец, она заставила его, потому что очень много музыкантов погибло из-за этой водки. Когда композитор увидел, в какую жуткую компанию алкоголиков попал, был шокирован. У нас нечего было делать там, и мы начали каждый что-то придумывать. Надо было, надо было это развеселить, все это дело, да. И там были, иногда это закончилось тем, что этот шум уже был такой, что этот врач вынужден или сестра была кого-то на одну ночь, знаете куда, в другую палату. Другой палат, а палата это была уже эти, вот поспитом одну ночь. Вот, когда ты не знаешь, кто тебе там за горлом, вот и так далее. Целый месяц, который Паус провел в лечебнице, он задавал себе один и тот же вопрос. Почему я здесь, а не на сцене? И когда я оттуда выходил, по-моему, я установил какой-то мировой рекорд бега на, я не знаю, там 500 метров или до остановки трамвая. И от этого ада, когда ты можешь уйти, да, который видел все вокруг, что там, ну это же, там одна палата были эти, в принципе, мы-то здоровые люди, да, а вокруг что было, это же ужас. Но, конечно, с этим своим пороком ему удалось, удалось победить этот порок, именно благодаря Ване она рядом была, потом родилась Анетка. После выхода из клиники маэстро обзавелся загадочным номером на служебном «Шевроле» – РП-62. Оказалось, это его инициалы, и год, когда после рождения дочери он бросил пить. С тех пор Раймонд Паулс не пригубил даже пиво. Никто от этого не билетится, от этого так просто, да. Это надо, это надо внутренне как-то иметь столько воли, да, чтобы полностью отказаться от всего. Понимаете, в чем беда всего, что люди лечились, выходят, в компании сидят, друг какой-то, говорит, ну давай здесь пиво выпей, стаканчик, все, если ты уже выпил, все, конец. А потом как-то на одной из юрмальских конкурсов, на одном из, он говорит, вы знаете, Игорь, сегодня 40 лет как я завязал. А я говорю, так давайте пойдем в ресторан и начнем по новой, уже что тут осталось. Мы смеялись, да, что можно отметить так, 40 лет завязки, опять начав. То, что он был запойным алкоголиком, Раймонд Паулс никогда не скрывал. Пожалеть о своей излишней откровенности ему пришлось лишь раз. Тогда, в 1999 году, Паулс временно расстался с музыкой ради участия в президентской гонке. Почему я всегда должен играть только на рояле? Почему я не могу играть какие-то другие, если я это умею? Притом, почему я не могу использовать, например, свою фамилию? Я не знал, что мне столько дадут по роже. Я это не ожидал. У меня чистые руки, и ни один из политических недоброжелателей не сможет меня шантажировать, сказал Паулс, и ему тут же припомнили хмельное прошлое. Ну, именно когда речь зашла о его президентстве, они начали показывать пересечение улиц, где он был выпивший. Он не захотел, причем том, что танк грязи не боится, но в данном случае танк не захотел, чтобы грязь легла на него. И в этом его поступок. Он хозяйственник прекрасный. Он, такие люди, всегда чем-то, например, недовольны, и они думают, что они сейчас встанут, и вот скажут, и все послушают, и они, как правило, разочаровываются. Я думаю, то же самое у Раймонда. Просто разочарование, что ты не можешь эту машину остановить. В политике Раймонд Паулс с 85-го года. И только недавно он распрощался с депутатским мандатом. Я знаю много примеров. Люди уезжают или в деревню куда-то, или вообще уходят от всего и начинают какую-то тихую, скромную жизнь после этого всего. Вот здесь видержку надо, очень-очень большую видержку. Политика принесла композитору одни проблемы. Однажды во время конкурса «Новая волна» ему в лицо полетел торт. Так двое хулиганов выразили недовольство действиями Паулса депутата. Чтобы стать умнее, все в жизни надо попробовать. Может быть, все это были ошибки, какие-то старания в свое время. Я был министром культуры. Что-то я хотел там, хорошее сделать, но ничего не получилось, как всегда. Так что, конечно, творческому человеку, откровенно говоря, нечего лезть в эти дела. Если у тебя есть талант, и так далее, давай занимайся своим делом. К титулу маэстро Паулс относится снисходительно, а свои хиты скромно называет песенками. Хотя Раймонда Вальдемаровича по праву можно назвать родоначальником эстрадной музыки Латвии. До этого латыши слушали только немецкую эстраду. В начале 70-х Паулс создал «Виа Модо». Одна из композиций этого коллектива даже просочилась сквозь железный занавес и занимала верхние строчки в западных хит-парадах. А вот в СССР этому ансамблю пытались перекрыть кислород. Слишком не по-советски пели, и уж очень буржуазно выглядели, за что были сурово наказаны. Он, конечно, получал больше всего, и, как говорится, набивал шишки себе, потому что мы делали очень много того, что в то время очень так, ну, не особенно поощрялось, скажем, государством. То нельзя, то это нельзя, там слова не те, там музыка не та, там, ну, времена были довольно тяжелые. В середине 70-х годов в городе Киеве проходил конкурс эстрадных исполнителей. В столице Украины собрались ВИА из всех союзных республик. Латвию представлял Раймонд Паулс со своим ансамблем «Модо». И вот наступает время их выступления. Они выходят на сцену, начинают петь. Ну, настолько это все отличалось от того, что тогда было на советской эстраде, что я не знаю даже по чьей-то команде. В общем, была дана команда, и так как была сцена движущаяся, то просто ансамбль во время исполнения увезли за кулисы. Им даже не дали исполнить свой номер до конца. Мы поем с ноли. Наши голоса вдруг тише стали. Я слышу музыку тоже. Почему? Все тише и тише. Оказывается. Потом я посмотрел назад, я смотрю, а ребят уже увозят, уже за сцену увезли. Вот такая ситуация была. И мы с вами так остались, поклончик сделали, и мы тоже ушли. Такое унижение будущий маэстро выдержал с присущим ему спокойствием. Когда музыкальный обозреватель Людмила Дубовцева прошла за кулисы, она увидела следующую картину. Ну, стоит такой невозмутимый Паулс так своим привычным жестом потирает руки и говорит, ну что, не надо было, наверное, приезжать сюда, потому что это не наш конкурс. Ну, видно было, что они не просто огорчены, они просто ошеломлены таким поступком. Об этом провале Раймонд Паулс не рассказывал никому и никогда. Спустя несколько лет ансамбль «Модо» вновь вернулся на Украину. В зале был аншлаг. А тем, кому не хватало билетов, стояли в проходах. Но настоящий успех маэстро ждал впереди. Именно тогда он начал работать с Аллой Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, был со чиновником от культуры. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С Раймондом мы познакомились в 82-м году в гостинице «Россия» по предварительной договоренности по телефону. Мы встретились в его номере, он приехал в Москву. А, для концерта в театре эстрады была серия концертов «У нас в гостях маэстро». Концерты эти вела Алла Пугачева. Раймонд предложил Леонтьеву спеть песню «Если ты уйдешь» на стихи Андрея Дементьева. Мне уже подсказали, что в зале находится молодой, талантливый мой любимый певец на советской эстраде из молодых Валерий Леонтьев. Есть он такой у нас или нет? Или меня обманули? Валера, если вы в зале, встаньте, вот, значит, есть. Но если у вас есть смелость и желание, то, пожалуйста, пройдите на сцену. Я вышел, я встал, поднялся на сцену и спел под аккомпанемент Раймонда его вот совершенно новую премьерную песню. Не поверю в эту ложь, не поверю никогда, что ты ушла. В этот же вечер Валерий собрал свои первые овации. А потом Валерий Леонтьев исчез с экранов и афиш концертов. Это произошло в том же 82-м, после фестиваля популярной музыки в Ереване, куда съехались все, кто играл рок и джаз. Был там и Леонтьев. Фестиваль вызвал интерес зарубежной прессы. В журнале Тайм вышел целый разворот, где вокал Леонтьева сравнивали с Миком Джаггером, а его движение с хореографией Барышникова. После этого ему просто запретили выступать. Молодому певцу помог Раймонд Паулс. В 84-м маэстро написал новые песни для Валерия и отдал ему все второе отделение в своем концерте. Московский горком партии стоял перед выбором запретить творческий вечер композитора или выпустить Леонтьева на сцену. Но Паулс надавил и Валерию разрешили выступать. Конечно, в основном тоже только потому, что был Раймонд Паулс. Его наверху любили, во всех инстанциях его любили. Крестным отцом Раймонд Паулс стал и для Лаймы Вайкули. Лайма Вайкули, которая пела в ресторане Юра Сперлы, я помню, как мы пришли на ее концерт и как она увидела Паулсу, даже как она потом говорила, что она так разволновалась, что вот сам Паулс тут сюда пришел. Встреча с Паулсом была для Лаймы подарком судьбы. Она долгое время пела по ресторанам и не могла оттуда выбраться, при том, что была уже довольно популярной певицей. Тогда в репертуаре Лаймы были только англоязычные песни. Маэстро предложил Вайкули спеть хотя бы одну песню на русском языке. Когда я с ним встретилась, я встретилась с настоящим музыкантом, которому совершенно не принижало его достоинства приехать ко мне к неизвестной певице и со мной репетировать в Москве. Стихи на музыку Маэстро написал Илья Резник. Тогда он был в ссоре с Аллой Пугачевой и вместе с Раймондом взялся за продвижение Вайкуля. Так появилась песня «Еще не вечер», которая не просто стала визитной карточкой певицы, но и началом ее карьеры. «Еще не вечер, еще не вечер, еще открыты двери надежды и доверия. Пусть говорят, что приближается краса, пусть говорят, что лгут и сердце, и глаза. Солнце и любовь». У меня знакомство произошло на конкурсе Юрмала 86. Я приехала в качестве конкурсантки. Он обратил на меня внимание как на творческую единицу. Ну, представляете, какая это честь для молодой вообще девочки, которой 19 лет, и вдруг Майстера предложил спеть его песни. Да не просто соглашалась, а в припрыжку побежала. И для меня это было счастье. Раймонд Паулс помог пробиться многим молодым талантам. Но часто вместо благодарности они отвечали ему предательством. Так случилось и с конкурсом Юрмала, который Майстера открыл в 1986 году. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы открываем центральный этап третьего всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни Юрмала 88. Я был заместителем жюри Максим Тунаевский, Яры Понаровской. Было очень хорошее жюри. И та Юрмала по крайней мере родила очень много звезд настоящих. Это была Валерия, Азиза, Сосо Павлиашвили, Саша Малинин. Можно бесконечно продолжать. У Раймонда был там неприятный опыт. Там кто-то из его учеников приватизировал название Юрмала по конкурсу. Еще пытался руки выкручивать. Юрмала 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 В 91-м Юрмала прекратила свое существование. А спустя 10 лет Игорь Крутой предложил Паулсу приаменировать конкурс. Так появилась новая волна. Такое теплое утро Прибалтийского лета Пока еще на всех хватает ультрафиолета Юрмала готовится к приему талантов Сегодня со всего света свозят конкурсантов Продюсеры с охраной Команды танцоров Пока еще спокойно Проводят разговоры Без криков, намеков И громких петиций Талантов ожидает Две недели репетиции Но старожилы говорят Что это совсем не тот праздник музыки и таланта Которым была Юрмала Это новая волна Это гламурное Это красивое действие Гламурное Бездуховное, я думаю Это парад костюмов Брюликов Вот Ну что, вот за 8 лет Хоть одна звезда родилась Российская Лично для меня Это одни хлопоты Неприятности И какая-то Ну чисто Организационная работа В смысле того, что я Подыскиваю всегда сам Этих местных исполнителей Стараюсь их Как-то подготовить К этому делу И надо, надо все время Поиск каких-то И помочь Этим молодым Так мы свое время Советское время Начали где-то В 80-е годы Потом эти большие перерывы Теперь Но есть там много проблем Я не знаю Уже буду ли я В будущем году Вообще С этим делом Заниматься Я чувствую, что я Уйду От этого Но Паулс Ездит по латвийским Глубинкам И упорно Ищет таланты Вот вы сегодня Попробуйте позвонить Паулсу Вам спокойно скажут Ой, его нет дома Он будет через два дня Потому что он уехал В какой-то самый-самый Дальний район Латвии А что у него там? А у него там концерт Или у него там Какой-то смотр Или там какая-то Художественная самодеятельность Вот его пригласили Ему это интересно посмотреть Он не любит Светские рауты И посиделки Он говорил Не так Но слушай Там это Перед записью Приедем Я тебя заберу Там Лана кушать Что-то даст Я помню первый раз Вот он сказал Значит Сегодня придут гости Так в семь часов Они приедут Так значит Поужинаем Ну кто хочет баню Это было на даче Летом И в девять Они уже все разъезжаются Я так про себя рассмеялась Гости приедут в семь И в девять Они разъезжаются В семь Все подъехали Приглашенные Просто минута в минуту Сели чинно за стол Кто-то там значит Так Ты поела Хочешь в баню Иди в баню Все Ровно в девять Разъезд гостей Значит Не потому что он их выгоняет Потому что все уже знают Раймонда Пауса Но те кому довелось побывать У Раймонда Отмечают необычное чувство Юмора хозяина дома У него такой Довольно таки черный юмор Он например может сказать Что вы пошли танцевать Давно ли вы смотрели В свой паспорт 90-е годы И был такой момент Когда брали Нашу МВД Ну вот танки шли В Москве В Литве Там В Латвии Но никто не мог представить Что Вот можно стрелять И все И когда Все это было Вот в пяти шагах От нас И когда мы Думали Кого же надо Раймонда спрятать Потому что Известный человек И спрятали мы В парилку И через одну минуту Из парилки Вылетел Тапок И Желтый платок И он говорил Желтый платок И он говорил У меня нет белого Я сдаюсь Вот он мог шутить В такой момент Когда Было очень страшно Друзей у Паулса нет Единственным И самым близким Приятелем Раймонда Паулса Был Андрей Миронов И Андрей Как-то говорит Миронов Хорошо бы Вот какую-то Песню бы Для меня Написал Кто-нибудь бы Чтобы там Можно было И спеть И Немножечко Станцевать Так вот И чтобы там Какая-то была Такая джазовая основа Которую и я И Паулс Очень любят Тогда Рождественский Роберт Иванович Написал стихи Старые друзья Узнав о том Что они уже действительно Давно знакомы И звучит Действительно здорово Помните там Первые слова Здравствуй Как живешь Негаданная встреча Как будто вновь К нам молодость Вернулась Дружба как вино С годами только крепче Я знал всегда Что рядом Есть твое плечо Последний раз Они виделись За два дня До того Как Андрея не стало Когда Раймонд Узнал о смерти друга Он четыре дня Молчал Вы хотя бы раз Всего лишь раз На миг забудьте Об оркестре А вот с Аллой Пугачевой Дружбы у маэстро Не вышло Хотя когда-то Народная молва Приписала ему Роман с Пугачевой Их едва ли Не поженили Давайте я вас Компрометирую На всю жизнь Говорят Светлана Ревновала Супруга К Примадонне И поэтому Посещала Все их Репетиции Она настолько Хороша Что Мало Конкурентов Может Могут быть Во-вторых Мне кажется У них Такие Сильные Отношения Что никто Не может Между ними Встать А вот Был роман Или нет До сих пор И остается Загадкой Ведь ни Раймонд Паус Ни Алла Пугачева Никогда Не комментировали Слухи И мы еще Споем Ну а как же Ну а как же Вообще Все женщины Я не помню Даже сделали Такую передачу Раймонд Паус С его женщиной И там Все С кем Он работал Ты же знаешь Что я Просто счастлив Что ты приехал Это такой Дорогой подарок Для Москвы В обравлении Рубиновых Кремлевских Звезд Латышский Бриллиант Давайте Не исключим Возможности Кто Или он Или Алла Имели Друг другу Какие-то Нежные Чувства Которые Вовсе Конечно Не воплотились В реальность Но без Этой Такой Я бы сказала Творческой Влюбленности Не родиться Ведь песни Это тоже Дети Да не было Никогда Жизни Никогда Не было Это легенда Она Ну Когда двое Появляются Вместе Играет Там Сидят За роялем Потом Где-то Там Наши тусовки Какие-то Хроника Там Где-то Мы в отеле Там Что-то Ну Народу Всегда хочется Кого-то Любимых Своих героев Поженить Обручить Обручить И прочее Такая легенда Отношения Паулса И Пугачевой Всегда были Непростыми Даже на заре Своей карьеры Она вела себя Как Примадонна Петь Миллион Алых роз Пугачева Отказывалась Когда Раймонд Исчерпал все Аргументы Калли Он подослал Жену Миллион 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 Алых роз Из окна Из окна Из окна Видишь ты Кто влюблен Кто влюблен Кто влюблен И всерьез Свою жизнь Для тебя Превратить В цветы Он говорил Что с Алой Очень трудно Лана долго Ее уламывала Чтобы она спела Миллион Алых роз Она все не хотела И все казалось Что эта песня Не прибавит Славы На самом деле Это песня Которая может быть Есть визитная карточка Аллы Пугачевой Я никогда в жизни Не ожидал Что например Самая простая Которая мне в жизни Написалась песенка Это Миллион Алых роз Три ноты И два аккорда Вот он Весь 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 Рецепт Очередная песня И опять Алла Борисовна Упрямица Резнику и Паулсу Пришлось год Уговаривать Аллу Спеть Эй вы там Наверху Эй вы там Наверху Я приглашения не жду Если я Так решила Сама я к вам Сейчас приду Эй вы там Наверху В песне Я бы там Наверху Не хотела Петь И мы Раймонд Приезжал Мы летку Енку Ставили эту запись Прыгали Чтобы ее Уговорить Как-то Ну наконец Уговорили Но время Немного Прошло Может быть Поэтому В репертуаре Пугачевой Всего 10 песен Маэстро Но все Они Хиты Без меня Тебе Любимым Земля Мала Как Остров Жизнь Невозможно Повернуть Назад И Время Ни Нами Не Останови И Я Мэ О Правы Правы Ох Как Правы Скажем Мы Друг Друг О Браво 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 Сейчас Раймонд Паулс Много Времени Проводит С семьей С дочерью И двумя Внучками У него Домострой У него Жестко Все А Неточка У него Замечательная Дочка Умничка Такая Но он Ее Воспитывал Так Довольно Так Жестко Без Сисюканий Без Сяких И Она Выросла Стала В посольстве Работать И Журналистом То есть Стала Очень Крепким Профессионалом И Очень Хорошей Матерью Семья Это Все-таки Очень Большое И Нужное Дело Да Я Смотрю На дочь Как-то Одним Взглядом Да А на Своих Внучек Я смотрю Совсем По-другому Я Замечаю Что Жена Так же Да И Дочь Когда-то Сказала Если Вы Обратили На Меня Так Внимание Как-бы На Этих Да Это Я тоже Может быть Подругов Хотя Я очень Доволен Что Мне У меня Дочь По-моему Она Очень Симпатичная И Умная В последнее Время Маэстро Совсем Не пишет Говорит Что-то Нет Настроения Но Он Точно Знает Что Оно Еще Вернется Ведь Самой Главной Женщиной В его Жизни Была И Остается Музыка Раймон Прелесть Конечно Я Очень Люблю Мы Два Дня Назад С ним Разговаривали Вот Илья У меня Есть Твои Стихи Давай Еще Поработаем Давай Давай Я Жене Говорю И Дочери Если Я Начинаю Что-то Мимо Говорить Или Мое Поведение Такое Что-то Становится Дурацкое Тогда Скажите Мне Чтобы Я Прекратил Потому Что Сам Уже Тогда Не Чувствуешь Ты Еще Думаешь Что С тобой Все В Порядке А Уйти Со Сцены Очень Тяжело Очень Тяжело Вы Хотя Бы Раз Всего Лишь Раз На Миг Забудьте Об Оркестре Я Восьмом Ряду Восьмом Ряду Меня Узнайте Мой Маэстро Пусть Мы Далеки Когда И Нет И Рампы Свет Нас Разлучает Но У Нас Одна Тада Одна Святая К Музыки Любовь Редактор субтитров